Время не суток, уважаемые любители шахмат! С вами Максим Бикужин, и это видео посвящено тесту по тактике для шахматистов третьего разряда. Прежде всего, я планирую выпустить 12 тестов, имеющих конкретную тематику, то есть задачи в тесте будут строго по конкретной теме. Далее у меня есть два варианта. Либо выпускать смешанные тесты с примерами из разных тем, либо увеличивать количество тестов по наиболее заинтересовавшей вас теме. Прошу писать ваши пожелания в комментариях, я их обязательно учту. Итак, наш первый тест посвящен теме комбинации на мат. То есть вашей задачей в каждой предложенной позиции является постановка мата королю соперника. Вам будет предложено 10 заданий, из которых в 5 будет ход белых, еще в 5 будет ход черных. Но перед тем, как мы приступим к решению, мы обязательно разберем с вами один пример, чтобы вы имели представление о заявленной теме. После того, как все примеры будут показаны, я приведу правильный ответ на каждую из позиций. И если вам покажется, что ваше решение не хуже предложенного мной, пишите его в комментариях. Я обязательно вам отвечу. А теперь давайте рассмотрим примерное положение. Эта позиция взята из партии Эйва Керес в матч-турнире ГАГа-Москва 1948 год. Как вы видите, у белых две лишние пешки, к тому же еще и связанные проходные. Однако угрозы черных очень сильны. Пауль Петрович Керес, большой мастер атаки, точно знал, на что идет. В этом положении он сыграл ладья Ц5, атаковал вражеского ферзя, который вынужден защищать пешку Ж2. Ферзь не может срубить черную ладью, поскольку в этом случае черная объявит мат. Поэтому белые сыграли ферзь Д2. Таким образом, ферзь все еще защищает пешку Ж2, и при этом он ушел от нападения ладьи. И вот в этом положении Пауль Петрович Керес провел ту комбинацию, которую он, конечно же, видел заранее. Итак, ход черных. Видите ли вы тот ход, который сделал Пауль Керес. Итак, правильный ход в этом положении. Ладья берет С1. Неожиданно отвлекающий удар. Выясняется, что рубить ладью ферзем нельзя ввиду мата на поле Ж2, а в случае рубки на С1 ладьей черные ставят коневую вилку и уничтожают вражеского ферзя. Придя к данному положению, оба шахматиста испытывали недостаток времени. Заметив это, Макс Эйве очень быстро сыграл H2-H3. И сейчас Пауль Петрович Керес мог поставить мат в два хода. Итак, ход черных. Как бы вы сыграли. В партии быстро последовал ход ферзь Ж3 и борьба продолжилась. А правильным ходом было кони в 3. Неожиданный шах использует двойную связку. Прежде всего связана пешка Ж2 по помощи черного ферзя. С другой стороны связана ладья Ф1 из-за нахождения черной ладьи на первой горизонтали. Таким образом, конь неприкосновенен. Если белые сыграют король Х1, то они тут же получат мат. Поэтому их последней надеждой остается ход король Ф2. Но и в этом случае черные с легкостью побеждают, уничтожая ладью с шахом. В случае взятия королем на поле Ф1 белый ферзь теряется также с шахом, поэтому черные сохраняют своего ферзя и белым остается только сдаться. Как вы видели, даже очень опытный шахматист большой мастер атаки при недостатке времени прошел мимо сильнейшего продолжения. Из чего мы с вами можем сделать вывод, что тактику нужно решать каждый день в больших количествах. А теперь давайте перейдем к тесту. Перед вами задача номер один. Напоминаю вам, что в первых пяти позициях очередь хода будет за белыми. А это задача номер два. Перед вами задача номер три. Задача номер четыре. Напоминаю вам, наша тема комбинации на мат, ход в этой позиции белых, вам необходимо найти мат. Задача номер пять. Последняя задача, в которой очередь хода за белыми. Задача номер шесть. В этой задаче очередь хода за черными. Задача номер семь. Задача номер восемь. Задача номер девять. И, наконец, последняя, десятая задача. Не стоит спешить с решением упражнений, потому что сильные шахматисты третьего разряда, которые занимаются у меня в клубе, в среднем решают семь задач из десяти. Задачи довольно трудные. Поэтому постарайтесь. А теперь настало время для ответов. Надеюсь, что вы подошли к этому тесту максимально серьезно, и ваши ответы будут верными. Итак, в данном положении фигуры белых максимально приближены к королю соперника, который не имеет ни одной свободной клетки. Задача белых фигур подобраться к вражескому королю как можно ближе и использовать прежде всего невозможность выхода короля на седьмую горизонталь. Итак, решение состоит из следующих продолжений. Вначале мы жертвуем ферзи. Ферзь е7. Королю шах отступить он никуда не может. Единственный ход черных. Ладья берет е7. Теперь восьмая горизонталь открылась, и белая атакует короля еще раз. Ладья d8. Королю шах. Единственный возможный ход. Так вот, ладья е8. Теперь мы отвлекаем вражеского короля от защиты ладьи е8. Играем ладья g8 шах. И после король берет g8. Забираем вражескую ладью на е8. Получается мат. Стоит отметить, что вражескому королю, кроме нашего слона, который перекрыл поле g7, помешали собственные фигуры. Ладья на поле h7 и пешка f7. Такая вот первая задача. Теперь давайте перейдем к задаче номер 2. В данном положении, как и в предыдущей позиции, черные пешки королевского фланга продвинуты слишком далеко. К тому же черный король не имеет выхода на седьмую горизонталь. Еще одно совпадение с предыдущим примером. Пешка f6 отнимает у него поле g7. А слон f5 отнимает у него поле h7. Эти два обстоятельства наталкивают на следующее продолжение. Ладья е4. Белые не только открывают диагональ для своего ферзя, но еще и берут под бой, по сути дела, единственного защитника черного короля, ладью е8. Если черные срубят белого ферзя, то они тут же получат мат в один ход. А если они заберут ладью, то тогда подключившийся к атаке белый ферзь немедленно заматует короля соперника. Такая вот задача. Следующая задача. На первый взгляд, шансов на победу в этой позиции у белых нет абсолютно никаких, поскольку черный король расположен в неправильном углу. Обычно при матовании конем и слоном, одинокого короля, гнать вражеского короля необходимо в угол цвета слона. Так как слон у белых белопольный, то соответственно нужно гнать вражеского короля либо в верхний левый угол на поле а8, либо в нижний правый угол к полю h1. Здесь же король стоит на поле h8 в черном углу. К тому же, слон белых связан вражеской ладью. Однако, несмотря на все эти обстоятельства, у белых есть конкретное решение. Вначале они играют конь g6, король у шах, ладья не успевает срубить слона. Король вынужден отступать на поле g8. И вот теперь, когда конь отбирает у короля черные клетки, ему, кстати говоря, в этом ассистирует король, слон атакует вражеского короля по белым клеткам. Выясняется, что слон был развязан при помощи шаха конем. Сейчас именно конь защищает белого короля от нападения вражеской ладьи. Это еще не мат. Черные могут закрыться ладьей, но после того, как белый слон срубит эту ладью, то, собственно говоря, партия будет закончена. Итак, следующее задание. Здесь, несмотря на недостаток материала и кажущуюся нескоординированность белых фигур, найти выигрывающее продолжение на самом деле не так уж и сложно, поскольку белые поля рядом с королем черных явно ослаблены. Первый ход слон а2. Король черных под боем, прикрыть его ничем нельзя, до слона на поле а2. Черные никак добраться не могут, поэтому у них строго единственное продолжение. Это ход король а8. И сейчас удивительным образом срабатывает пружина белых фигур по вертикали а. В начале конь на поле а4 приносит себя в жертву, он идет на g6. Черные вынуждены рубить коня, поскольку королю некуда отступать. h7 берет g6, и теперь белый король отступает на поле g1, открывает белые ладьи вертикаль а, и получается ма. В этом положении белые ладьи заняли седьмую горизонталь, предпоследнюю линию. Они представляют собой страшную силу. Однако прямолинейное продолжение ладья g7 шаг ни к чему хорошему не приводит, поскольку черный ферзь может срубить эту ладью. Поэтому задача белых прежде всего уничтожить вражеского ферзя, либо же отвлечь его от защиты поля g7. Правильный ход ферзь b3. Это не просто шаг королю, но еще и нападение на вражеского ферзя. Если черные не станут рубить белого ферзя, а отступят королю, то белые сами срубят черного ферзя, к тому же еще и объявят шаг. После того, как черные будут уже вынуждены срубить ферзя белых, белые спокойно рубят пешку на h7, и после отступления короля на g8 объявляют мат королю соперника. Если же черные решат сразу срубить белого ферзя, то это тоже их не спасет. Белые объявляют шаг ладью на поле g7, король вынужден отступать на h8, ладья берет h7 шаг, король g8, и ладья c идет на g7, и это мах. Следующая позиция. На первый взгляд, многочисленные угрозы белых, а также довольно-таки обеспеченное расположение их короля и материальный перевес не дают черным шансов рассчитывать даже на ничью. Однако, следует неожиданное продолжение ладья c1 шаг. Черная ладья идет сразу под два боя. Под бой короля и под бой ладьи. При этом открывается двойной шаг. А это значит, что рубить черную ладью ладьей на d1 белые не имеют права. Их король останется под боем слона. Поэтому белых два варианта. Либо срубить королем ладью на поле c1 и сразу получить мат от коня, либо же отступить на поле a2 и получить мат в два хода. Следует слон b1 шаг. Сейчас поле b3 перекрыто. Единственный возможный ход белого короля. Это отступление на поле b1 и теперь конь b3 мат. Такая вот замечательная позиция. Давайте посмотрим следующую задачу. Пожалуй, это задание следует признать самым трудным. Несмотря на то, что белый король оторван от остальной армии, силы черных ограничены. На доске не так много фигур, всего лишь две ладьи и два коня. Их создать матовую конструкцию нелегко. На самом деле матовая конструкция совершенно не очевидна. Для того, чтобы решить это задание, необходимо помнить, что наши фигуры могут ходить назад. В пылу борьбы, особенно в виде атаки, мы рассматриваем прежде всего нападения, рубки и ходы вперед. То есть форсированные продолжения. Найти же тихий ход, к тому же еще и ход назад, способен лишь по-настоящему искушенный шахматист. Итак, верное продолжение. Ладья f4 на f6. Таким образом, черные создают угрозу мата в один ход. Ладья f на g6. Итак, угроза мата ладья f на g6. Защититься от нее не так-то просто. Предположим, белые захотят отступить королем на поле g4. Тогда черные все равно идут ладьей на g6, королю шах. А после отступления короля на f3, единственное продолжение, черные рубят конем ладью на g1. Получается мат. Поскольку конь не просто атаковал белого короля, но и перекрыл то поле, на котором сам стоял. Остальные клетки отняты либо ладью g6, либо пешками e5. Вот такая вот симпатичная матовая конструкция. Ну, на самом деле, белые, конечно, могли продлить свою жизнь при помощи жертвы ферзя за коня f8 с шахом. Но в этом случае черные обязательно должны были бы рубить ферзя королем, чтобы сохранить свою угрозу мата. И дальше мат был бы неизбежен. Итак, переходим к следующей задаче. Итак, в этом положении, несмотря на крайнюю ограниченность материала, черные очень быстро достигают своей цели. Для этого нужно обратить внимание на то, что у белого короля всего лишь одно свободное поле. Это поле g4. Именно сюда и нужно его завлечь. Черные играют g5 на g4. Король у шах. Единственным возможным ходом является рубка. И теперь черный ферзь идет с поля c2 на f5 и объявляет королю мат. Перекрывая сразу и поле h3, и поле h5, и поле f3. Вот такой вот чудо ферзь. Итак, следующая задача. У черных лишняя фигура. Однако положение собственного короля внушает серьезные опасения. Что и говорить, белые прямо сейчас грозят матом на поле h7. Однако прямолинейные постановки шахов, то есть ход ладья d1 после короля h2, ладья h1, ни к чему хорошему не приводит. Потому что шахматы, как вы помните, не шашки, и рубить ладью на поле h1 не обязательно. Конечно, в случае взятия черные бы достигли своего, они бы сыграли ферзь f1 шах, и на отступление короля поставили бы мат на g2. Однако, белые могут сыграть король g3. Теперь, кроме угрозы мата на поле h7, также еще и под боем конь на f4 грозит. Кроме мата ферзь h7 еще ферзь f8 мат, ферзь c8 мат. Поэтому ничего лучше, чем выход в чуть худшее ладейное окончание у черных нет. То есть они должны сыграть ладья h3 шах, король берет f4, единственный ход у белых. Ферзь d6 шах, ферзь e5 шах, ферзь берет e5, король берет e5, а дебют b3. Несмотря на материальное равенство, фигуры белых гораздо более активны. Такой вариант нас устроить не может. Вернемся к начальной позиции. Присмотревшись повнимательнее, мы обнаруживаем, что сразу можем достичь матового положения при помощи хода ферзь f1. Если теперь белый король захочет отступить на поле h2, то мы тут же ставим ему мат. Если же белые рубят ферзи, то это тоже их не спасает. Ладья идет на поле d1, и это мат, поскольку черный конь ограничивает движение вражеского короля по второй горизонталь, то есть захватывает поля g2 и e2. Итак, ответ на последнюю задачу. В этом положении белых в очередной раз губит совсем маленькое количество свободных полей отступлений у белого короля. То есть это единственное поле a2. Единственная сложность, которая встает перед черными при постановке мата, это грамотный перевод ферзя на противоположный участок доски, то есть с королевского фланга на ферзи. После хода конь c3 шах, белые обязаны рубить черного коня. Теперь черные играют ладья b8 шах. Заметим, что ферзь держит поле c1, что очень важно. Теперь белый король обязан уходить на крайнюю линию на поле a2. Ну и вот перед нами встала та самая задача, нужно перебросить ферзя на ферзевый фланг. Для этого мы играем ферзи в 7 шах, и не просто ставим шах вражескому королю, но еще и создаем образу мата. Теперь белые абсолютно беззащитны. Неважно, какой ход они изберут, сыграют ли слоном на поле d5, или пешкой на поле c4, либо же продвинут короля на a3. В любом случае, черные ставят мат. Ну и конечно же, в случае хода слон d5, черный ферзь был бы связан, поэтому пришлось бы вначале срубить слона с шахом. Ну а следующим ходом объявить мат белому королю. Итак, с вами был Максим Бекужин. Это тесты для шахматистов третьего разряда. Надеюсь, что вы показали высокий результат. Всем спасибо за внимание. До свидания.